Состояние миграционной политики в регионе и изменения в законодательстве о гражданстве стали предметом обсуждения на пресс-конференции, прошедшего управлением ВД по Тверской области. По словам полицейских, из-за коронавируса и падения рубля иностранцев Верхневолже стало меньше. В первую очередь речь идет о рабочих из Средней Азии, зато выросло число украинцев и белорусов, получивших гражданство России. За последний год в Тверской области более чем на 75% снизилось число фактов постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства. Причина — пандемия коронавируса, из-за чего границы оказались закрытыми. При этом традиционно больше всего к нам прибывает узбеков и таджиков, соответственно 40 и 26 с небольшим процентом. Правда, граждане Таджикистана намного чаще просят вид на жительство, почти 36%. При том, что этот же документ получают всего лишь 9% приезжих из Узбекистана. В основном граждане Узбекистана — это трудовые мигранты. Они не обращаются за получением... А те граждане Таджикистана, получение правового статуса, ну, больше составляет приоритет, поэтому они к нам обращаются за получением, ну, либо разрешения на время проживания, либо видов на жительство. Также на пресс-конференции подвели предварительные итоги, вступившие в силу в прошлом году изменений в федеральный закон о гражданстве. Они предусматривают упрощенную выдачу паспортов жителям Белоруссии и Украины. Пока количество таких фактов увеличилось на 7,5%. Однако это пока. Срок рассмотрения — три месяца. Вот если они подали в июне по изменениям, да, то мы их в сентябре приняли гражданство. Если в сентябре подали документы, то в декабре. То есть вот сейчас увеличение по итогам двух месяцев на 48%. Вот оно увеличение. Среди прочего журналистов заинтересовал ход борьбы с фиктивными браками. То есть когда россиянки за деньги выходят замуж за иностранцев, чтобы те получили гражданство России в упрощенном порядке. Полицейские посетовали, что такие факты доказать очень сложно. А даже в тех случаях, когда это получается, выпроводить обратно за кордон фальшивых женихов удается не всегда. В данный момент всего лишь в трех случаях из десяти доказанных. А все потому, что из-за того же коронавируса граница опять-таки на замке. Продолжение следует... Продолжение следует...